На совещании под руководством заместителя главы города Мугдина Чермита сегодня отчитывались представители мониторинговых групп Центрального и Хостинского районов. В центре курорта нарушение природоохранного законодательства налицо в гаражных кооперативах. В частности, речь шла о ГСК под номерами 24 и 27. От водоснабжения гаражные блоки отключены с февраля, но сброс сточных вод в ручей в Верещагинске продолжается. Чтобы подключить объекты к централизованной системе канализования требуется 8 миллионов рублей. Деньги жители гаражей сдавать не хотят и продолжают нарушать закон. Сам факт проживания в таких объектах незаконен, отметил перг заместитель главы Сочи. Для этого включить все силы и средства, доступные нам. Это и пожарники, это Роспотребнадзор, Росприроднадзор, жилищная инспекция. По детству, материнскую детство надо посмотреть. По социальным вопросам надо проконсультироваться с Еленой Васильевной Романец. То есть комплексно подойти. Направим письмо в полицию города с просьбой выселить людей из гаражных кооперативов, где проживание законом запрещено. В Хостинском районе ситуация немного лучше. Сейчас ведутся работы по канализованию в 93-х садоводческих товариществах. 47 гаражных кооперативов подключены. Отмечу, что за два с половиной года решить проблему с канализованием удалось в 12 тысячах объектов. И сейчас основная работа мониторинговых групп направлена на внегородскую черту, дачные участки и села.